Это с нашим психологом Анной Лепихиной. Ваши вопросы и жизненные истории в нашей группе в Каннате. Стоит, да? Это утро 54. Пока наш психолог Анна Лепихина ходила развлекаться, шучу, учиться, мы накопили немножко писем от слушателей для нее. Вот одно из них. Слушаю психолога каждую неделю, пытаюсь многое переносить на себя, и обычно все вроде понятно. Но если не ошибаюсь, тему разводов еще не поднимали. В нашей, с позволения сказать, семье последние годы все не так уж гладко. Мы с мужем много работаем по разным графикам, встречаемся все реже, а при встрече в основном речь только о ребенке. В общем, чувств друг к другу уже практически нет, кроме взаимного раздражения. На горизонте развод. Многим не останавливают, мол, ради полноценной семьи для ребенка можно и потерпеть. Но точно ли это надо ребенку? Если мы расстанемся по-хорошему, и сын будет поддерживать отношения с отцом, может так будет лучше для всех? Спрашивает анонимный слушатель. Доброе утро, Анна. Доброе утро. Да, я сразу же все пошла в процесс. Ну, ребят, конечно, тема развода, она такая очень горячая и сложная. И здесь вот два таких момента. Следует ли терпеть ради ребенка, да, я услышала. А может быть вообще следует потерпеть и как-то что-то поменять, и сохранить семью, и чувства там возродятся, или пытаться не стоит, когда вот у людей там разные графики, разные уже интересы, и им уже оплевать друг на друга. Ну, я думаю, да, я думаю, что совершенно точно не стоит терпеть, ну, не стоит сразу же разводиться. А как понять, что уже пора разводиться? Вот где эта точка? Где эта точка? Ну, есть критерий диагностический, конечно, один очень жесткий. Если кто-то один из партнеров физически опасен для жизни и здоровья, другого партнера и детей, тогда точно совершенно не стоит. Ну, а что разводиться? Тут надо человека изолировать от общества. Тут надо бежать, спасаться, да, на самом деле. Ну, а если кроме шуток, то если вы использовали все ресурсы, которые вам были доступны, там, семейная психотерапия, какая-то там, все возможные способы оживления чувств, и мысль о том, что вы будете жить дальше вместе, вызывает у вас большую тоску, ну, тогда, возможно, стоит поразмыслить о том, как произвести все это наиболее благоприятно. Потому что, видишь, вариант, когда двое родителей живут вместе из-за детей, либо в постоянных скандалах, либо, вот, еще хуже, когда такая обстановка холодной, вежливой ненависти, она гораздо более, может быть, травмирующей. Человек, да, ребенок ее чувствует, это же, конечно, ничего хорошего. У него складывается впечатление о том, какая должна быть семья, а семья должна быть вот такая. Что семья, это так страшно, семья, это так страшно. Семья, это когда ты постоянно на войне, когда постоянно какие-то придирки. Поэтому, вот, я против того, чтобы терпеть, и если есть какой-то дискомфорт, с которым семья сама справиться не может, конечно, хорошо бы его полечить. Но развод не является такой панацеей от всего тоже. Потому что, ну, если ты не изменил свои стратегии жизненные какие-то, вот, ты как раньше, там, допустим, женщина, да, она критиковала своего мужа, не могла признать в нем ничего хорошего, скандалы нарастали, нарастали, решила, козлина, все, разводимся. Следующий будет, сто процентов такой же. Если она, ну, даже если он изначально был просто зайчик, потому что у нее стратегии останутся те же самые. Поэтому, в любом случае, если ты хочешь других отношений, меняй свои стратегии в отношениях супружеских. В общем, я так понимаю, нужно понять, готов ли ты что-то поменять, готов ли ты остаться с человеком, если что-то изменится, да, в нем, в себе, и тогда стоит уже лечить, там, вот эти проблемы у психолога как-то совместно и так далее. Если не хочешь даже, чтобы все было как раньше, хорошо, ну, просто этого человек видеть не хочет, тогда уже можно идти разводиться. Ну, знаешь, вот здесь важно признать то, что я не хочу больше жить не с этим человеком, а я больше не хочу жить с такими отношениями, вот в таких отношениях. Тогда как-то сразу меняется точка зрения, и там другие видятся в пути решения, понимаешь? Хорошо, если принято решение развода, как мы действуем в данном случае, как мы друг с другом об этом договариваемся, и самое главное, паспорта, как мы говорим об этом ребенку. Я тебе расскажу. Как опыт для пользователя? Нет, не в смысле бюрократический какой-то происходит, а психологический. Оплачивайте госпошлину. Пустика не надо. Кстати, она дороже, чем при бракосочетании. Так это же специально делает. Естественно. Чтобы меньше разводов было. Да, тогда сделайте еще больше. Для супердяев. Но она не настолько большая, чтобы это было присуществлено критерий. Ну да, да, да. Ну, конечно же, очень здорово, если пара к этому относится осознанно, они проясняют варианты все опеки над ребенком, распределяют обязанности, кто будет отвечать за школу, кто будет ходить на собрания, кто будет возить к врачу, кто будет возить на кружки. Предупреждают родственников, что дедушки, бабушки тоже... Как очень часто некоторые родители, я чему была свидетелем, говорят, мне от тебя ничего не нужно, сама воспитая, вот приходи с ним, видите, когда тебе хочется, да, и он когда захочет, тогда встречайтесь. А в плане там помощи, ничего не хочу, сама все ему дам. А потом начинается, через пару лет, когда становится все-таки тяжеловато, начинается нытье, ничем не помогает, ничего не делает, приходит раз в полгода. Ну, ты такая многоходувочка для выяснения отношений между собой. Как делать так, чтобы этого не было? Мужчина и женщина разделить очень сильно, что как мужчина и женщина мы можем быть друг на друга обижены, мы можем с тобой специально встретиться там где-нибудь в парке друг на друга наорать за то, там, как, почему ты изменял, там, ушел из семьи, или почему ты работала, не обращал на меня внимания, или наоборот. Но как родители мы с тобой остаемся партнерами, потому что вот это то, что создано нами, наши дети, это на всю жизнь, это никуда не денется. И он ни при чем, он здесь ни при чем. И для ребенка развод будет травмой в любом случае. Вот с этим стоит смириться. Вот насколько тяжелый, это уже ваша проблема. Так же, как травмой будет для женщины и мужчины. Но травма, это не значит, что все после этого родители должны упиваться чувством вины, и мы поломали... Задавливать ребенка всякими подарочками. Мы поломали, да, жизнь своему ребенку и так далее. Потому что, ну, мы всегда друг другу каким-то образом как-то друг на друга влияем, и не всегда это приятно. Иная семья, которая не развелась, она может быть больше травмой для того же самого ребенка, чем наоборот, чем развод. Поэтому, да, стоит признавать, что на самом деле дети переживают достаточно сложно. Для них, это вы, как мужчина и женщина, понимаете, что у вас будет другой партнер, а у ребенка не будет возможности проживания со своим папой или со своей мамой совместного. И для него в этот момент ружится мир. Чем он младше, тем сильнее ружится мир. Давайте после рекламы мы попробуем собрать этот мир обратно. Собрать мир обратно, да, хорошо. Мы сегодня пытаемся убедиться в том, что ребенку точно не будет приятно смотреть на то, как вы ненавидите друг друга. Поэтому, если все слишком плохо, лучше развестись. А вот как дальше это пережить безболезненно? Давайте продолжим. Мы говорили о том, как минимизировать для ребенка травму. Очень хорошо, если родители заранее договорились про все варианты опеки совместного какого-то родительства. Они когда относятся к ребенку как к собственной вещи и не дают встречаться другому родителю? Это тяжело. Это обычно женщины этим грешат сильно и отыгрывают свои какие-то обиды, отношения с мужчиной. Мужчины, в свою очередь, отыгрывают путем алиментов. У нас же есть такая история, что это какая-то официальная зарплата, она часто неофициальная. Ах, ты мне не даешь встречаться, а я тебе меньше денег. В общем, родители вступают в такую свою какую-то игру, в свою борьбу. Конечно, для ребенка это очень тяжело. И поэтому это происходит таким образом. Когда вы все между собой определили, вы ему говорите, слушай, ну вот так. У нас сложилось таким образом. Мы будем жить отдельно. Ты будешь жить с мамой или с папой. Если ребенок достаточно взрослый, возможно, ему будет предоставлен выбор, с кем, когда и как он будет проживать. Но при этом ты должен понимать, что это проблема между мужчиной и женщиной. А твои мама и папа никуда не пропадают. Вот у тебя как был папа, так и остается, как была мама, так и остается. И очень хорошо, если потом тот родитель, с которым живет ребенок, ну, вторая сторона тоже, они не вываливают на него свои какие-то обиды. Они могут рассказать про хорошие моменты, как они друг в друга влюбились, как у них начинались отношения, почему у них появился малыш, как они его любили, как они за ним ухаживали. Потому что ребенок не будет плакать, что все это закончилось, а было так романтично. Слушай, ну, создаются же новые какие-то хорошие моменты. Просто можно создавать новые моменты хороших отношений. И очень здорово, если родители, они приходят все-таки в такое позитивное партнерство. То есть они не рисуют какую-то идеализированную картину, на самом деле скрипя там зубами, что папа такой молодец, а сама думает, как же я бы его сейчас придавил. И не сливают свой негатив на ребенка. Вот это вот прям... Как сдержать себя, и каждый очень часто, если расстаются в конфликте, пытается за глаза другого говорить ребенку, какой второй твой родитель нехороший. И очень часто ребенок таки принимает одну из сторон и начинает обижаться на второго. И говорить, какой ты нехороший, как ты плохо поступил с мамой, или наоборот, как ты плохо поступил с папой. Он все понимает. Ну, это иногда, это реже, нам много реже, Саша. Когда ребенок, встречаясь с отцом, говорил, я тебя люблю, а мама тебя не любит. Она... Там-то так в этой семье и говорится. И так отношение идет такое. Но ребенок, он, собственно... Ну, хорошо, да, что он смог выдержать. Какие слова подобрать каждому родителю, чтобы ребенок ничью сторону не принимал, и ни на кого не обижался, как бы плохо кто не поступил? Если ребенок начинает обижаться... Или все-таки можно его познакомить с тем, как было дело на самом деле, и почему люди развились? Ну, я не советую. Ну, наверное, вот только... Конечно, все очень индивидуально, да, но только вот в том случае, когда он уже достаточно взрослый, осознанный... Возможно, он сам даже спросит, почему так произошло. Да, на том уровне, на котором ему это доступно, и если вы уже уверены, что вы можете как-то быть более-менее объективным, и свой вклад тоже сказать, там, ну, не знаю, там, мы не смогли там друг друга понять, были молодые дураки, сильно осуществились, не могли договориться. Мне кажется, важно сказать такую фразу, что в любом конфликте виноваты оба. Да, это важно на самом деле. Ну, смотри, ты спрашивала про обиды. На самом деле, очень много эмоций, очень много обид в таком состоянии. Их лучше нести не ребенку, а психологу, или подружке, или даже, там, сестре, там, кому-то, брату. Да, это же происходит неосознанно не потому, что они хотят от ребенка получить какого-то совета или высказаться ему, а просто потому, что, типа, а, брякнула, что он козел, и пошла дальше. Ну, да, люди делают всякое разное неосознанно. Вот на то мы, люди, чтобы повышать свою осознанность, и не делать всякое разное, от чего потом будут страдать дети, понимаешь? Что-то тут ниоткуда из вне не возьмешь, чтобы воспитывать себя. И, как у нас было заявлено в теме, я хотела бы еще сказать по поводу неполных семей. Очень много всяких стереотипных таких представлений о том, там, это полноценно-неполноценно, хорошо-плохо и так далее. Вот я бы хотела уйти от этих полярностей, потому что, по сути, точно так же, как можно семью с двумя родителями оценивать по критериям благополучия, психологического комфорта для ребенка, точно так же и семью, где один родитель воспитывает ребенка, мы можем оценивать по этим критериям. И в том и в ином случае нехорошо для ребенка, если родитель с ним сливается в какой-то симбиоз. То есть, я видела варианты, когда в семье, где оба родителя, папа начинает проводить больше времени с сыном, нежели, допустим, со своей женой, вот он для него становится друг-товарищ, наперсник и все такое прочее. Это не так здорово, как если все-таки взрослый... То есть, дружба должна быть одинаковой и с мамой, и с папой. Ты думаешь, к этому? Да, когда более гармоничные отношения... С мамой любовь вообще-то должна еще быть. С неполной, да, с мамой любовью. Со всеми должна быть любовь, то что? В семье, где один родитель, большой риск, что вот этот родитель, и в нашей культуре чаще, конечно, это женщина, она пытается компенсировать ребенку недостающего отца. И каким-то образом... Жестко себя вести? Нет, ты знаешь, она скорее разворачивает всю свою энергию на ребенка. До подросткового возраста это может быть вполне себе сладенько. Чтобы потом всем кричать, что я мать-одиночка, и я вырастила его одна. Нет, это не обязательно. Разные, слушай, мотивы совершенно, они могут быть позитивные. Она на самом деле может чувствовать вину, она может хотеть для него самого лучшего. Вот она это видит таким образом, так себя ведет. Ей же нужно там зарабатывать, обеспечивать. То есть в итоге может получиться такая ситуация, когда мама и ребенок вместе проводят весь досуг, делятся самыми своими секретами, у них очень-очень теплые отношения. И это приятно для обеих сторон до подросткового возраста. Потом становится тяжело очень отделяться. То есть вот маме найти свою какую-то жизнь, свою любовь, ребенку отделиться, найти свою компанию, идти там дальше куда-то учиться уехать. Поэтому здесь главное не уходить в какие-то крайности, в полярности. В общем, если ты остался с ребенком один, это не значит, что его развитие пойдет как-то по-другому, да? Ему нужно почему-то больше там с тобой быть до 20 лет, например. Это не так, да? Ну, совершенно точно. Самое лучшее, что могут сделать родители при любом комплекте семьи, это найти для себя гармоничную жизнь, счастливый образ своего какого-то существования и какие-то способы конструктивные разрешения конфликтов в отношениях, независимо с кем это там, с мужем, с ребенком, с друзьями. Это будет хороший тогда образец и хороший шанс для вашего ребенка, чтобы жизнь сложилась. Ну и в том случае, если, допустим, женщины просто очень часто спрашивают, если мама одна воспитывает мальчика и нет образа отца, вот они вот сильно по этому поводу переживают. Конечно, идеально, если вы все-таки восстановите отношения с папой ребенка, чтобы они могли не расширяться. При этом так, чтобы папа был не просто рычагом наругать, да, в тех сторон, когда нужна мужская сила, в смысле такая, ремня, чтобы они общались, чтобы он тоже принимал какое-то участие в воспитании материально, соответственно, и какими-то жизненными советами, да, и просто… Саша, вот это вот, да, это очень важно, чтобы женщина обращалась к мужчине за советом, за помощью, делегировала какую-то часть ответственности, а не то, что это какое-то у нас воскресное развлечение, иногда время от времени бывает. Вот, и, возможно, если совсем нет никакой возможности, супруги же бывают не просто разводятся, они бывают, умирают, да, важно найти какого-то человека, который будет в хороших отношениях с ребенком, мужчину. Это может быть дедушка-тренер, учитель, то есть какой-то наставник, да, и это будет хорошо скомпенсировано. Ну, конечно, отдельная история о роли отчима-мачехи в семье, и мы можем как-нибудь про это поговорить, это тоже очень интересно. Ну, это тема уже другая, я думаю, поговорим, да. Анна Лепихина, как всегда, была с нами в студии в четверг. Спасибо. Всего счастливо.